Полная тишина Финал год, просыпайся, получай свою карту Засыпай Дмитрий Ликс, 33 см Просыпайся Засыпай Арина, Галина Засыпай Костя Джов Костя, открывай сейчас глаза, смотри на карту И засыпай Рома Мокривский. Я, кстати, там уже не понимаю, он плачет или смеется. Засыпай, Рома. Илья Эксайл. Засыпай. Марк. Засыпай. Ой, подождите, подождите. Что такое? Так, Иван Инсайдер. Засыпай. Наташа Генсуха. Засыпай. Вадим Эвелон. Засыпай. Пошлый Осмодей. Ого. Засыпай. Секундочку, у меня вопрос. Кто-нибудь видел лишнее? Нет, нет, нет. Нет. Я только слышал. Это мафия. Меня сейчас спамит, что Ликс что-то видел. Дима, ты же ничего не видел? Ликс все видит. Говорит, что нет. Все нормально. Мы ему верим. Отлично. Все спят. Полная тишина тогда. И просыпается только мафия. Мафия открывает глаза. Знакомится. Дон, пожалуйста, помашите рукой. И засыпайте. Утро. Доброе утро. Все просыпаетесь. Проглотились на смешинки. Доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте, Дон. Всем привет. Привет. И вот смотрите, Костя, ты будешь первый раз это делать. Сейчас мы по очереди, по кругу представимся. По номерам. А, все. Да, по номерам все должно быть хорошо. Я видел ночью. Ночью я видел такое, что я хочу забыть. Ты в переписках видели такое, что я хочу забыть. Так, куда мне вас отправить сегодня? О, давайте знаете что? В мир танков. Куда? В мир танков хочу. На Беларуси родную матушку. В мир танков что? В мир танков хочу. Давайте, давайте, давайте. Может мы в жопу пойдем? Да, отлично. Мы все находимся из жопу Димы и Ликса. Как вам такая локация? Вы стоите в очереди в общественный туалет? Да. А высоты боится? Дима, ты боишься высоты, Ликс? Уже нет. А, кстати, высота. Давайте, в общем, вы летите все одним рейсом. Вы в самолете. Во. Звучит неплохо. Ты поджался сразу. Да у нас уже все было, Арина. Ребята, у кого-то мог поменяться звук. У меня геносухая очень тихая стала. Давай мы едем в лифте. Я боюсь, если мы с вами попали. Молеты, кажется, это плохой. Вы застряли в лифте. Давайте, вы застряли в лифте. Начиная с Дима Фенергота. Смотри. Да, да, это большой лифт. А что? В офисном здании нормально застряли. Дима Фенергот, давай пару слов о себе. Это у нас одновременное знакомство и возможность вычислить мафию. Да, привет всем. Я буду тем человеком, который будет неистово пытаться первые пять минут открыть двери, а после чего сядет и будет АФК в тарелку ждать, собственно, ремонтника лифта. Все, всем спасибо. Я за водой сейчас одну секундочку буквально. Ну тогда открыл, так открыл. А что значит АФК в тарелку? Ну типа просто буду сидеть и ждать, пока придет челик. Ну это фраза такая. Необъясни монофакт. Ну дальше покажи, у тебя тарелка стоит. Ааа. Окей, спасибо. ourselves, спасибо Фенергот. А, dimalix. А пока сто, у нас с Эвелон ушел. Или ты тут? Фенэр Готов? Эвелон. 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 Эвинд. Эвелон. А devastating играешь на спину. Блин, мне нигде не знаю. Во что ты играешь? Дота. В в плане, на компьютере? Что ты собирает? Ну да-да-да-даты. Ты же бы прилагал мне какое-то время когда-то давно комментировать Интернешнл. Ты что, не помнишь, да? Я вспомнил. Сочувствую, когда уже 8 лет не играешь в Доту, но Интернешнл смотришь. Неловко, неловко. Неловко, да, да. Так, Фенарго ты же говорил? Да, да, сказал, что... Что ты сказал? Чтобы да, ФК в тарелку. Вернее сказал. Дима Ликс. Всем привет. Я Ликс. 33 сантиметра. В общем-то, этим и известен. А-а-а, нормально. Да нет, на самом деле, короче, играю в Fortnite. Стримлю на Twitch. Разные игры, уже разные игры. В лифте застрял. Хочу в туалет. Надо что-то срочно делать. Будем принимать быстрые какие-то скорые меры. У меня красная карта. Пока с первым не хочу играть. Он какой-то мутный. Так открыл стол, как будто и не открывал. Как будто я на первом номере сейчас сижу. Я вообще не понимаю, что происходит. Ариночек, продолжай. Спасибо. Если что, красная, значит, мирный. Черная, значит, мафия. Это просто терминология такая. Многие так говорят. Вадя, Вадя, просит тебя вебки расставить очень сильно. По порядку. Ариночка. Всем привет. В лифте, значит, в лифте я самая смелая, потому что я не боюсь клаустрофобии. Поэтому, значит, надейтесь на меня. Я мирный игрок. Самый, значит, смелый и крутой. Вот. Речь предыдущих, так сказать, моих тиммейтов, или как их назвать, мне не очень понравилась, потому что она какая-то мучная. Возможно, просто первая карта. Кстати, Кликс ничего не видел. Пожалуйста, перестаньте спамить. Спасибо. Все, всем спасибо за игру. Ой, еще спасибо большое за донаты. Я только что увидела. Спасибо. На все отвечу между партиями. Спасибо большое. Любовь. Спасибо, Арино. Так не улыбай. Костя, Арино наш позитив и отрада, если что. Я так и понял. Она больше от посочинков до конца, я понял. Еще она самая сексуальная. Сексиш-макси. Ну, давай, Костя. 13 баллов между собой. Слово тебе. У меня 26. Симпатичная милашка, по-моему, было там, да, что-то такое. Давай, Костя, тебе нужно сказать. Я понял. А ты представляться не будешь, да, ты у нас как ведущая? Да, да, да. Ей вообще похуй. Привет, Едина. Слушай, мне нет, я... Вообще-то! Ой, ладно, не слой, это Вадим, это Вадим. Всем привет. Меня зовут Костя, он же Джофф. Играю в танки уже 9 лет. К сожалению, это не лечится. В мафию играю, по-моему, в 3 или 4 раз в жизни. Ну и в первый раз по интернету. Я мирный. Красная карта, да, вроде называется? Да, да, да. Вот, я мирный. Про ребят ничего сказать не могу, потому что вижу их в первый раз. Вот, всех практически. Кроме Дины. С Диной мы в реале как-то бухали. И она была в говно. Это неправда! Ребята, она мне не рассказывала. Дина, Дина, нормально. Это мне было? Ютуб гейминг. Ютуб гейминг. Да я-то максимум бак с шампанского пояса. Чёрт ты говоришь? Да что это фигня? Она ещё без слева за петлю поговорит. Она любит. Знаете, что? Она любит приготовить. О, пиво было. Прибубить она любит. Это пиво. Нет, я могу официально сказать, потому что я знаю, это всё пиздёж. Нет, они хотят посадить. Забила с тобой тогда? Диану. Спасибо, Костя. Спасибо, Костя. Да нету что. Не за что. Вводим режим внезапной смерти. Рома. Всем привет. Всем привет, меня зовут Рома. Я застрял в рифте. Я заика. Я живу на первом этаже. Не знаю, что я ехал в рифте. С 10-ю людьми? С 11-ю. Ром. Ну, он мафия. Я не буду ещё. Ром, глянь в рифте. Да что, ребят. По игре я заметил, что... Ром, генергот в первой жизни не был. Да завалит еб... Вадя. Это... Это можно по игре, но... Вадя, пожалуйста. Роман. По игре я заметил, что Вилон долбоеб. Также заметил, что у фенергота впервые в жизни не было какой-то истории касательно нашей локации. Это очень подозрительно для меня. Дмитрий Ликс, как всегда, плохо. Ринян понравилось по функционалу. Ой, по функционалу. Хороший функционал, я понял. По функционалу, короче. И пятёрка тоже понравилось. Пока ничего подозрительного. Ребята, будем следить. Функционал, спасибо, Рома. Кстати, да, а говорите про ваше застревание в лифте, когда, представляете, пожалуйста. Спасибо, Илья. Чего говорить? Про твои застревания... Нет, про твои застревания в лифте. Наверняка у тебя есть опыт в этом. А я похож на человека, который в лифте. Да все застревали в лифте. Нет. Нет? Нет, нет. А не, ладно, один раз было, ладно. Я наебали написано, что я застревал в лифте. Покажу, что я застревал в лифте. Дин, 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 но если... Реально был опыт застревания в лифте. Приехал таджик, вытащил оказался моим подписчикам. Да. Умоляю, пожалуйста. Это же нормально вроде. Национальность, Дин, в смысле. Все хорошо, все хорошо. Так. Все нормально. Все нормально, все нормально. Все порядке. Да, 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 пожалуйста. Мы уже всего боимся просто. Да, будет напуганная кость. Привет, город. Говорит один интересный игрок. По столу сразу буду говорить. Арина, как я понял, до конца будет отыгрывать РП. Первый раз так делает, первый раз такое заметил. Еще очень понравилась фраза тиммейта. Очень понравилась фраза тиммейта. Один, два тиммейта. Это очень странно было, звучало. Джофф для первого раза очень хорошо сказал. Мне кажется, он отыгрывает красную карту. Возможно, если бы отыграл первый раз, сразу же выпала мафия. Мне кажется, бы замешкался. Фенаргот, как всегда, серый. Самый дефолтный серый игрок. О нем ничего не могу сказать. Ликс меня не задушил. Мне очень обидно. Он обычно дизит. Тут даже слова не сказал, не упомянул. Это реально непонятно. Макарийский отшутился. Дал какую-то инфу по столу. Не особо понятно. Передаю слово Марку. Надеюсь, ты скажешь что-то хорошее. Спасибо. Желаю всем хорошей игры. Мир на сегодня победят. Спасибо, Илья. Если что, серый игрок тот, по которому непонятно, красный он или черный. Марк. Браво, Илья. Спасибо, Дин. Я вообще нихуя не понимаю, что по столу происходит. У меня ощущение, что это какая-то чуть-чуть алкомафия. А я тут один трезвый. Короче, вообще нихуя не выкупаю. Первые две речи проебал, поэтому они для меня черт... Ой, серые. Для меня мирный игрок — это тройка и пять. Потому что пятерка искала очень уверенно, несмотря на то, что первый раз играет. Молодец. За это плюс реп. Я в этой игре наконец-то мирный. Будущее играть вообще максимально на чиле. На самом деле я очень нервничаю, потому что давно не собирались, не играл с вами. Вот. Надеюсь, эта игра закончится победой для мирных и достаточно быстро. Все, спасибо. Это у тебя колонки в кресле? Спасибо, Марк. Колонки. Да, реально колонки. Это вакуумный звук. Какой? Звук. Вакуумный. А, все, все, я понял. Мне показалось, что есть кресло с колонками, которое прям реально вот сюда звук выдает. Есть такое, продается. Я подумал, это оно. Да, да. Марк, с кем ты будешь играть? На накладку для вас. Три-пять. А, понял. Спасибо, Марк. А, еще, стоп. Да? Можно на голосование выставить? Нет, еще. Это же первый круг, алло. Какое голосование? Это первый день. Я не помню, к чему ты спросил. Это первый день, только, Марк, мы еще не выставляем. Все, все, окей. Только знакомимся. Придержи лошадок. Итак, Иван, инсайдер. Да, здравия желаю. Иван, Жо, очень было интересно, чтобы все представились. Ну, я не тот человек, который был бы интересен, так что забей. Просто иногда поигрываю в мафию. У тебя как минимум в руках карты. Да, ну тогда карты прикольные. Это единственное, что я могу сказать. Так, по игре, короче, Дима, Фенергот, он же Митя, он же... А ты пропал. Уехал. Плохо поговорил. Откинулся. Еще раз так скажешь, что ты кикнул. Еще раз так скажешь. Простите, ладно, 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 слишком много, да, это у вас там твердеет все. Я понял, простите. Значит, Дима, серый игрок мало сказал. Дима Ликс, серый игрок ближе к черному. Знаешь, почему, Дима? Потому что ты не вбрасываешь. Где вбросы? Где вбросы, Дима? Не доверяй тебе безбросов. Я уже вторую игру играю безбросов. Вот это ты прекращай. Чат, никто не палит в чат. Пожалуйста, перестаньте спамить. Спасибо. Арина, ну максимально черный игрок. Не, ну вы слышали. Не, ну вы это слышали, конечно. Ну ладно, посмотрим. Будем на ней это заблюдать. Значит, Джо не играл никогда. Ну, так, по мимике видно, что расслаблен. Не видно, что он как-то, ну, нервничает и так далее. Я, короче, красный игрок. Так. А, ну, тогда вообще расслабонщики. Понятно. Ну, Макривский, Макривский, короче, 6-10-11, их вообще можно смело. Это черные игроки, потому что они там ВКонтакте эти всякие друг другу отсылают. Наташа там что-то пищат. Вообще, смотрите на нее. За игрой не следит, понятно. Минус 10 сразу. Семерка тоже угорал с ними, но вроде что-то начал записывать. Так что семерка пока серый. А вот 6-10-11 для меня черноватый пока. А 8. Ну, Марк, не знаю, говорит, нервничает. Ну, вряд ли бы он за черного игрока говорил, что нервничает. Хотя, не факт. Спасибо большое, Иван. Смушает очень вишенка, жует, ничего не говорит. Наверное, буду голосовать против вишенки. Спасибо. Спасибо, Иван. Наташа? Ну, тут очень все забавно. Смотрите, Фенарго для меня, ну, пока красный. Смотрите, все вообще по порядку скажу. Потом подытожу, смотрите. Дмитрий Рейхс. Не знаю, не могу садить по его эмоционалу. Говорит, что легко, но я не могу ничего садить. Мне кажется, красный пока. Аринян я верю тоже. Ну, я говорю, не точно. Но пока, вот для меня так. Аринян больше верю, чем 1-2. Потом пятерка непонятна. Рома никому не присосался, ничего не сказал. То есть сказал то, что там верю, 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 верю. Ну, то есть для него вроде никого не подозрительно будет играть дальше. Не буду пока с ним играть, возможно. Но такой серый для меня, серый. Вот. Илья Эксайл, не знаю тоже. Не знаю. Защищаешь пятерку, единичку, получается, да? А нет, пятерку, а единичка серый. Ну да, согласен с тобой. Пока тоже ничего не могу сказать. Вот. Марк максимально, максимально сидит обосранный, как у меня речь. Вот. Он хочет меня кикнуть с Аринян. Аринян я верю. Вот. А Марк сидит обосранный, он пол стола пропустил. То есть он на восьмом слоте сидит. Должен был уже сказать по всему столу. И в итоге, ну, ничего по столу нормального не сказал. Вот. И хочет выставить меня. Я никакой не имею роли. Я красная. Вот. И что он еще тут сказал? Спасибо большое, Наташа. Ну, хочет выставить меня, то есть он уже вкидывает в меня. Спасибо большое, Наташа. Он чунился вам про Макривского. Спасибо. Спасибо. Ну, короче, я за Марка, потому что он с самого начала игры... Автор стрима смотрит. Автор стрима. Марка, ну, просто... Пытается угорать, пытайся, дебиоид. Спасибо, Наташа. Ты че обзываешься нахуй? Это грубо было. Наташа, ну ты че наинелась нахуй? Я на Марка. Мне можно. Марка-то за что? Че, Марку прилетело, да. Почему Марку можно обзывать? Да. Можно. Давай, Вадя. У него справка. Вадя, давай. Так, короче, поехали. Так, короче, первый игрок для меня, как всегда, Серега. Серый. Я... Любая его речь, я не знаю. Он для меня всегда под знаком вопроса. Он Митя. Но Диман, как всегда, хуёво сказал. Не изменяет себе. Диман, как думаешь, что я про тебя сказал сейчас? А я не слышал. Скажи еще раз. Повтори, попробуй. Не, подожди, а ты повтори, скажи. А я не слышал. Давай, говори ты лучше сейчас. Я сказал, что ты, как всегда, хуело ебаный. Пошел нахуй. Ха-ха-ха. Гласический диалог. Но чувствуется связь. Ладно. Короче, ну, Оринян вроде нормально сказала. Но вот это фраза речи моих тиммейтов. Но это, может, такое. Так, пятый по эмоционалу понравился. Я думаю, первый раз играет с нами. Если бы черную карту взял бы, обосрался сразу. Но тоже не факт. Так, шестерка мне очень понравился. Довольно уверенный в себе. Вестелый. Балдеж. Да, но он мне всегда нравится. Так, семерка. Семерка. Семеркой бы тоже поиграл. Первый, кто дал инфу по столу. То есть первый. Ну, типа, там можно было, в принципе, предыдущие могли сказать. Ну, да ладно. Так. Восьмерка. Вроде ничего плохого. Но какой-то, ну, не знаю. Не чувствуется, что прям сильно красная карта. Ну, пока так, короче. Пока так. Но я посмотрел бы. Девятка тоже. Девятка, думаю, инсайдер, все-таки ты на меня пиздишь. Но я все равно думаю, что ты больше красная карта. Костя, ты куда пропал? Он на тебя пиздит. Он нам всегда пиздит. А ты можешь не перебивать? Спасибо. Блядь, я увидел, нахуй, тебя, залупа, нахуй, избежал. Костя, ты куда пропал? А у тебя же там все записано. Да, у меня все записано, блядь. Он даже не в Дискорде. Смотри, блядь. Все есть, нахуй. Ну, короче, я бы поиграл бы с шестерочкой, семерочкой, девяточкой. Ну, типа, мне прям очень понравилось эмоционал. И то, что они такие заинтересованные в игре. И тоже десятка, кстати, тоже очень заинтересованные в игре. Но с Наташей я зарекся больше никогда не играть вообще. Она очень заинтересована в игре, это хорошо. Мафия сбор. Все, спасибо. Спасибо. Перекинули. Да, спасибо. Алло, алло. А куда у нас? Джофф пропал. Как Джофф делся? Не, все нормально, все нормально. Он с нами, но... Крустером надо двигать, ребят. Он по телефону, говорит, видимо. Просто от АФК рыжи. Ну вот мы нашли, все, ясно. А кто рыгнул? Дмитрий Ликс. Дима, как всегда. Кинули Димана. Костя, все в порядке? Да, да, да. Я не обосрался, все равно. Абинь, не грусти. Какую часть речи, Вадима, ты не слышал? Да я все прочищу, не слышал. Ой, мой колен за меня. Ты что, колен принес? Отлично. Дудку ебаную принес, прикиньте. Меня за меня. Хочешь? Как ты и пихаешь, блядь. Отсюда, отсюда. Аккуратно, это сейчас начнет насасывать. А, ты хотела, я поняла, что ты хотел. Ты хотел в соседнюю вебку подвинули. Да, 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 но у меня отзеркалено. У меня же по порядку. У меня тоже по порядку. А то я замолновалась. И, Асмодей, давай, говори. Для Джова больше. Меня зовут Дима, Асмодей. Я играл в танки, это лечится. Вот пару лет играл. Я просто в Беларусь, поэтому... Да, все такое. Вот, кстати, на Дейв Сталкере, я думаю, увидимся. Ага, понял. Что хочется сказать по столу? Ну, Фенаргота вообще бесполезно слушать. Он всегда серый, как бы он там... Кем он бы он ни был, это вообще всегда примерно какая-то нейтральная красная речь. Это человек-мафия, который всю жизнь в это играет. Вот, Хикс для меня больше красный игрок. Оринян, не знаю. Не знаю, там что-то про тиммейтов, но я с ними не играю. Пока серый. Вот, Джофф, мне кажется, хитрец какой-то. Тоже серый. Вот, Макривский скорее красный. Или я не знаю. Вот эти Пырье просто как-то... Именно интуитивно, эмоционально. Мне показалось, он как-то то ли закрылся, то ли что, было хо-хо-хо-ха-ха там всю игру до этого стола. А тут как стол, сразу что-то напрягся, закрыкся вообще. Улыбок почти нету, ничего нету. Прям супер-серьезный чел стал. Поэтому мне он скорее черный. Вот. Кто? Про кого-то сказал? Про Сенаргот. Он сказал, что я закрылся, я черный. Ну, тут типа как-то... Время же... Открой, долбайон. Вот. А про Макривского ты ничего не сказал? Извини, что... Сказал. Скорее красный, Вимя. Все, 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 окей. А, давай, Дим, закругляться нужно. Не понял, вбросся на Генсуху. Вот. Потому что Генсуха для меня больше красный. Это что-то вкинул. Да и все, ладно. Поглядим. Ваня что-то на всех покидал. Скорее красный. Генсуха, извини, я тебя не особо слушал, но ты так пыталась и записывала, что я тебе верю, ты красный точно. Обидно, конечно, было так с моделью. Не, ну я просто что-то... Я засмотрелся за стол, но она точно старалась, поэтому я уверен, что она молодец. Давайте минуту общего обсуждения и дальше отправлю вас спать. Блин, Генсуха так круто старалась, потому что сначала меня назвала красным, а потом серым. И хочет повесить. Не, погоди. Она не уверена просто. Она предъявила... Она сказала, что восьмерка против меня, но восьмерка играет со мной, Наталья. Алина, это я тоже. Восьмерка не против 3.10, он с 3 играет. Алина, подожди, сейчас я удачусь. Ты что думаешь по столу? Что ты такой растерянный? Алина, что за тиммейты? Нет, я сказала, что он играет с 3.5. Я так сказала. Алина, ты сказала, что ты хочешь восьмерку повесить, то, что он против тебя и Галины. Вадим, ты узнал очень много красных. Я говорила, у меня записано так. Для меня несколько раз говорила. Алина, 1-2-3, я думаю, по поводу 1-2-3. Хочет выставить меня. 1-2-3 красные у тебя? Ну, просто ты это несколько раз повторила, поэтому... Пока верхний ряд, верхний ряд пока для меня серый. Я бы не рад, что я серый пока. Я опять обосралась, что-то вредит. Сука, я же все записывала. Ну все, отправляйтесь спать. А, ты записываешь туда, в комнатный блокнотик, да. Отправляйтесь спать. Да на хреново. Первый день... Господа, первый день короткий. Все, обсудили быстренько, идете спать. И вот сейчас ночью будут происходить различные действия. Все, закрывайте глаза. Убирайте трубки. Спим. Полная тишина поначалу. Он все видит. Никаких... Вадя, ты опять в дырки смотришь. Все нормально. Устранили. Никаких лишних звуков, пожалуйста. Просыпается... Мафия. Итак. С кого начнем? Кто же это будет? Так, мафия делает свой выбор. Покажите, пожалуйста, все. И мафия засыпает. Просыпается Дон. Проверяет комиссара. Дон засыпает. Просыпается комиссар. Комиссар, доброе утро. Комиссар выполняет проверку и засыпает. Доктор, ваш выход. Доктор просыпается и лечит одного из игроков. Доктор засыпает. Доктор засыпает. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. К сожалению, фраза как светло, ё-моё, а что такое, не скажет больше. Ариночка под номером три. Пронесло сейчас. Блин. А я думал, она мафия. Она так тело крутила свои волосы. Как будто я думала, что выдернешь сейчас их себе. Умерла дверь, дергивили волос. Зато теперь мы не мафия, получаем все ее тиммейты, как она сказала. Обсуждайте. Обсуждайте. Так. Я не знаю, можно ли это говорить, но для меня пока один красный игрок, ну, такой, стопроцентный. Я думаю, это Рома нельзя говорить. То, что ты думаешь сказать. Почему? У тебя единица в том ходу была вообще... Не, я не начну информацию. А, если не начну, то, пожалуйста. В смысле? У тебя в том ходу игрок был не красный, сейчас уже красным стал или что? Кто? Кто? Один, ты сказал, про тебя. Я про тебя говорю. Он сказал, про тебя. А, про меня, извини. Скал, про меня, извини. Скал, Дима, Дима. Так я тоже для тебя был, типа, не красный. Ну, да, я просто вспомнил, что вот был этот вброс, что якобы подсматриваешь там мне владеющий информацию. Сырянно обозначило стопроцентно красным, потому что сейчас мафия, скорее всего, кикнет, и бы к нему будет спорить. Я не понял, что значит был вопрос, что владеешь информацией, а что это поменяло? Ну, я предполагаю, что он красный игрок мог увидеть мафию, что такое. Так он же говорил, что мы уже выяснили, что он ничего не подсматривал. Я ничего не понял. Там даже не в этом дело было. Просто если предъявили. Там вообще, это не та вообще инфа, забей этот. В общем, я просто, короче, когда Дина говорит просыпаться, я беру и встаю, но глаза не открываю. Инсайдер, инсайдер, а почему ты меня вкинул? Потому что я пишу что-то там, и все. Я уже выяснил, что, ну, я думал, ты не этот, ну. А вы Вилона почему я все даже не говорил? Чего? Почему вы Вилона, если он даже не говорил? Ты просто так бросил, что мне первый раз бросать? Ну. Не, ну мне нравится, честно. Все, выяснило. Подожди, 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 а смотри, а почему ты, типа, ну, по Марку ничего не можешь сказать? Он же, типа, почему ты вгонявки? Знаешь, что я хотел сказать по Марку? Я хотел сказать, что он очень хитро взял с собой девушку, и я не смотрю на Марка, потому что там делал. Тебе не нравится девушка? Это хитрый ход. Не, вот, а если без рофлов, типа, без рофлов на Марку, что там сидит постоянно? Ну, сейчас-то он на мафии, а ты, когда пришла, не ману, не бежишь, почему? Нет, 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 а смотри, а смотри, он даже. Это фишка, ты понимаешь, что всех сцепают, а на нету. Вот эти, хуярень. А смотри, он даже по столу нормально ничего не сказал, ты понимаешь? Не, я сказал по нему, что он для меня скорее черный, потому что он гонит на тебя, потому что ты для меня красный. Так ты кому все говоришь? Ну, я сказал такой, типа, сомнительный. Ты сказал, ну, сомнительный, типа, ну мы поговорим, типа, если посмотрим. Ну, я тебе объясню. Ну, типа, странно, что он даже по столу, он по двум людям так сказал, что 3 и 5, и все. Не, он по тебе сказал, говорит, ты такая... Говорит, хочу тебя выставить. Ну, а я говорю, раз я тебя хотел выставить, ну... Да, вы такую сейчас смуту вводите. Ну что, дамы и господа, давайте говорить по очереди. Внимание. Спасибо большое. Теперь у нас общее обсуждение закончилось. Сейчас мы говорим по очереди. И в конце своей речи, максимум минутной, выставляйте кого-то на голосование. Так, Дима Ликс, пожалуйста, ты первый. Блин, ну я не знаю, у меня до сих пор это под вопросом номер один. Потому что речь у него была неубедительная. И номер семь, потому что семерка вообще ведет себя по-другому как-то. Я думал, что тройка, ну, когда она сказала прийти мейта, я думал, это так. Она хотела нас под свое крыло типа взять тоже. Я думал, что она ближе, ну, к серому игроку. Но нет, ее кипнули. Вряд ли это с обострелой и все дела. Не знаю. Я бы с Джовым поиграл, наверное, но он хорошо очень сказал, действительно, свободно себя чувствует. Ну, с шестеркой, потому что шестерка меня окраснил. Марк, не понимаю, почему Генцуха на Марка пилит как бы жестко так тоже. Все объясню, Дим. Вот, но я подожду тогда твое объяснение, да. Одиннадцатый. Одиннадцатый, когда играет за мафию, он всех маркирует. У него весь стол раскладывается. Прям красиво очень. Я не знаю. А потом он ловко этим манипулирует. Ну, я не знаю, как бы. Просто мне так кажется, что ты сейчас воду мучишь, понял? Вот. Двенадцатый. Ты же сказал, что я хуйло? Нет. Я же не по этому. Не по этому. Вот. Короче, я не знаю. Я хз. Знаю. Я... Ну, пускай единичка поговорит. Он для меня самый под вопросом просто игрок. Все, я его выставил. Он еще поговорит, я его пока выставлю и посмотрю. Спасибо, Дима. Спасибо. Джофф, Костя. Костя, у тебя там что-то случилось? Почему ты в телефоне не знаешь? Нет, нет. Я просто опрошу модератора мне донаты передавать, которые без спойлеров. Ну, типа двойная система аутентификации. Ой, я там чел носит. Записки. Кейсов, кейсов. Короче, смотрите. Опять же, вы для меня все темные лошадки, потому что я вас в первый раз всех вижу. Поэтому стримов не смотрел. Не могу сказать, кто-то как себя обычно ведет. Но четко я понял. Это вот Финергот, Дима и Инсайдер. Они пиздец какие жесткие. Как я себе вижу, блядь. Спокойные нахуй. Просто каменные лица. Я, честно говоря, больше всего на них буду. Я даже буду не то, что на них смотреть, а прислушиваться к тому, что они говорят. Мне еще это стрим описали в чате, что я вилон всех жестко разъебывает. Но пока что он просто жестко рофлет. Это херня, да, да. Только рофлет. Клоун. Вот. Ну, а смотри, бывший танкист, ему привет. Еще он бывший милиционер, если что. О, понятно. Но это не моя сексуальная фантазия, увы. Джофф, ты можешь кого-то выставить на голосование? Будешь кого-то номинировать? О, нет, наверное. Ну, типа, не хочется тыкать пальцем вот куда-то туда. Вот. Я мирный, друзья, вообще на все сто процентов полностью расслаблен. Вот. Но я не хочу, не хочу как бы вот тыкать. Вот. Но если, так сказать, мои... Как любит выражаться, Владимир Владимирович, наши деловые партнеры кого-то предложат, я рассмотрю. Спасибо. Рома, слово тебе. Давай, Владимир Владимирович. Ну, вот я, в общем, хочу и предложить, выставить Джоффа, сейчас аргументирую. То есть, на прошлом кругу почти весь стол, очень многие его выставили, то есть, самым красным. Он был самым красным для всех игроков. А мафия должна убивать самых красных, чтобы сделать себя выгодно. И Джофф не умирает. Либо у нас мафия не следит за столом, либо Джофф может играть за черную карту. Я его выставлю, плюс, брать себе в команду трех игроков с каменными лицами, по которым пока что ничего не понятно. То есть, они сейчас максимально серые какие-то, я лично не могу по ним ничего понять. Но, в смысле, кто что брал? Я просто сказал, что Костя, не перебивай, пожалуйста, мы сейчас по очереди. Спасибо. Ну, это не предъявляется, лишь мы эти догадки, поэтому я выставлю Джоффу, просто поговорить. В общем, так. Ну, и заметил, что Вилон опять со мной в команду, так сразу, с первого хода играет. Может, он мафия? Бля, Владимир, я не знаю, но это уже какая-то закономерность. Когда ты мирный игрок, ты играешь за мной в команде. Когда ты, ой, когда ты мафия играешь со мной в команде, когда мирный, начинаешь. Меня подозревать, ну, это так. Спасибо большое, Рома. Илья, слово тебе. Не знаю, не согласен с Макрисским, абсолютно Джофф, это новый игрок. И, типа, обычно новым игрокам дают поиграть, и новые игроки всегда кажутся самыми красными на столе. Типа, поэтому вообще не уверен, Максим. Наташ, звук. Наташ, положи трубку. Не знаю, Макрисский, почему так. Типа, дальше идем. У Генсухи с Иринян не было разноцвета, меня это тоже очень сильно опечалило. Обычно они всегда друг к другу срут, в итоге Арина умирает, и, следовательно, Генсуха для меня серая карта. Хоть она более-менее разложила стол. Марк немножко разочарован в себе, ты какой-то обосранный, хотел выставить Чела на нулевке, типа, в чем прикол, как можно было это забыть. Ты максимально растерянный пока что для меня, типа, ну, нужно включаться, ибо я немного не понимаю. Асмаде тоже для меня очернился. Он называл красных игроков, ну, плюс ко всему, он обозначил очень много красных игроков на столе. Также обозначил 100% красных игроков по столе, даже если будучи комиссаром, у него нет проверки, он не может обозначить 100% красных игроков на нулевке, это вообще полный бред. И меня обозначил как черного игрока, потому что у меня был потерян эмоционал, якобы я рофлил, ну, типа, я включился в игру, ну, типа, я люблю отыгрывать серьезно. Ты обозначил красных игроков тем, тех, кто для тебя разложили стол, а я для тебя не разложил стол. Илья, спасибо большое, кого ты выставляешь. И Диман кинул меня на это. Илья, к сожалению, прое время вышло, договаривай. Диман кинул на меня то, что я мафия, черный игрок, но в итоге это никак не подкрепил, поэтому я выставляю Димана. Двойку. Речь максимально неубедительна, про меня ничего не сказал. Диму Ликсу, правильно, Илья? Да, у меня, меня. Отлично, спасибо. Марк, слово тебе. Короче, смотрите, я объясню сразу, кто считает меня обосранным, как сказал Илюшенька. Да, я чуть нервничаю, потому что я давно не играл с Марией. И сразу по столу тебе скажу. Я присоединяюсь к словам Макривского, то, что Явелон обозначил весь стол красным, но у него нет ни одного черного игрока. У всех промаркировалось. Смотри, у Явелона за столом 6-7-9, красные игроки, по его словам. Для меня шестерка красный, как я сказал, я с ним играю. Семерка тоже красный, ты, возможно, ошибаешься, Илюш, потому что я сейчас нервничаю, и, типа, мой эмоционал тебе, видимо, не до конца понятен. Я играю шестерку, и всем мирным советую играть шестерку, потому что он максимально красный игрок. Объясню, почему. Потому что Явелон обозначает его красным, и на общем голосовании Рома начинает кидать него, типа, Вадим, какого хуя Арина для тебя? Что ты сказал, черный игрок, не черный? Повтори, пожалуйста. Ну, вроде, что-то такое было, вот, и этим самым ходом обозначил себя красным игроком. Я еще не суху неуполнейшую, наверное, потому что я чуть-чуть нервничаю, и у меня чуть некомфортно. Марк, будешь ли ты кого-то выставлять? Да, я хочу выставить Наташу Генсуху, потому что она чуть запуталась в своих словах, и очень непонятно ведется в этой игре. Просто она есть. Спасибо большое. Она всегда есть. И не толстеет. Ванечка, инсайдер. Так, значит, что по столу? Для меня вот Ром был не очень убедителен, когда вот с Димой он там начал запутаться немножко, когда у него просто спросили, а почему ты так решил? Он там сказал что-то про ночь, информацию по ночи. Как-то не очень ядно он говорил. И вот это его прям, почему мафия не убила типа пятого, что он стопроцентно в красный и так далее. Как будто бы он, ну, за это решил зацепиться, и ему это на руку было. Обращаю внимание, что ночью еще мафия долго решала, возможно, у него и был какой-то план, может, хотели даже убрать пятерку. Напомню, что мы не смотрим на ночную информацию. Спасибо. А можно я договорю, потом вы решите, что я... Спасибо, госпожа ведучая, конечно. Да. И такое ощущение, что он не хотел убирать пятерку. Может, они хотели действительно мафию убрать пятого игрока, ну, кроме максимально красного. Но, видимо, шестерка решил, ну, типа, давать не надо. У него уже созрел план, чтобы на это сделать акцент. Так что из всех у меня есть еще вопросы к другим игрокам тоже. Вот Наташа, не знаю, вот это ее записи, конечно, которые... Если Наташа записывает, то почему... Спасибо большое, Ваня. Ты кого-то не ставишь? Шестерку. Шестерку. Да, для меня наиболее темные за этим столом шесть. Спасибо. Спасибо, Ваня. Наташа. Я не знаю, кто сказал то, что я запуталась. Ну, не знаю, ну, у меня написано так. Я, возможно, да, сказала, но я не помню просто. Я вроде бы все и говорила, как все написано, типа, я не знаю. Короче, ладно. Хочу сказать по поводу вот инсайдера. Инсайдер, ты вкинул в то, что для тебя максимально такие причерненные шесть, десять, одиннадцать. Я тоже повторюсь, что она, в общем, говорила, типа, одиннадцать даже не говорила. Я там записываю, типа, я так записывала уже тоже на предыдущих играх, играя с тобой в будущее. Не знаю, для меня Рома, для меня красный, краснился прям вот, не знаю, вот. Потом эксайл красный, прям охуенно разложил стол. Вот. Но, опять же, у них недоговоренности, типа, между шестеркой и седьмеркой на счет пятерки. Потому что, ну, один говорит, что он красный, а другой говорит, что, ну, типа, не знаю. Вот. И я скажу по поводу пятерки. Наташа, ты кого-то будешь выставлять? Не стоит его окраснять, потому что он для нас неизвестный. Да, я выставлю Марка, потому что, ну, он цепляет сейчас до меня до последнего, хотя, ну, по столу даже, ну, не раскидывает нормально. Все, я играю шесть, семь, одиннадцать и выставляю Марка. Спасибо. Вадим, пожалуйста. По поводу того, что у меня не было черных карт, мне предъявляют. Мне так же самое спросили на общем, я сказал, что для меня сейчас более-менее черные, это один, два, три. Я это сказал, если ты не услышал, базара ноль. Марка речь вообще не понравилась, как и вторая речь не понравилась Макрискова. Ты говоришь про Джова, типа, о чем речь? Он сидит, он играет первый раз с нами, он сидит на фулл-чиле, очень спокойная речь, он не переживает. Ты думаешь, он так бы отыграл за мафию? Нет, я не верю. Я верю в Джова, что он красная карта и полностью соглашусь с одиннадцатым. И еще мне вообще не нравится, как играет двенадцатый. С одиннадцатым? Потому что у Димана очень поменялась игра, я думаю, ты со мной согласен. Так я уже два раза так играю. Единичка выставлен? Милс. Да. Шесть выставлен, да? Да. И восемь выставлен? Да. Тогда я бы хочу послушать двенадцатого. Спасибо. Спасибо, Вадим. Асмадей, пожалуйста. Вообще что-то, я не понимаю, как команду тут собирать, что-то как-то все очень интересно. Мне казалось, что, во-первых, с Эксайла начнем, что может быть у него какая-то активная роль, но, скорее всего, тогда бы он уже как-то был во мне уверен. В итоге, типа, у него ничего у меня не стало не ясно. Почему Макривский так поджогу сказал? То тут опять я, кстати, с Ваней согласен, то же самое хотел сказать. В стиле, это скорее какой-то ход мафии, в стиле, мы такие, типа, выбираем решать, кого стрелять, выстреляем третьего, а наутро такое, хмм, должны были стрелять пятого, но наверняка он плохой. Либо он, как бы, опять-таки, актив, и он не понимает, почему так сделали, либо он... А кто пассив? Ну, активная роль. Вот, либо он черный, вот, поэтому у меня сейчас непонятно, то ли 5-8 команда, то ли 6, как бы, пока без команды, вот как-то так. Какая-то, повтори, 5-8? Да, 5-8, вы там вместе вкинули в Генсуху вроде, хотя... Что у тебя? Подожди, черный, черный кто у тебя? 5-8, 5-8. Так, я не вкидывал в Генсуху. Я просто там сказал, что она постоянно ест, там, давай ее там, что-то в таком духе. Это шутка была, ты что, братан, это рофл? Ну, не знаю, я все равно как-то, хоть ты и на челе, я как-то, ну... Так, а смотри, кого ты выставишь? Склоним не доверять. Так, у нас 5-6-8 выставлено, да? 1-5-2-10-6-8. 1-2-10-5-6-8. Так, ну... Инсайдер, дайте поговорить еще. Ну, давай, инсайдер. Спасибо. И Фенаргот, закрываешь круг? В общем, если по первому дню я играл с шестым игроком, то после его речи сейчас, я не знаю, игра с ним или нет. Обвинение в Джоу очень странное. Ну, то есть, ты сначала его обвинил, а потом при этом сказал, ну, хорошо, я хочу тебя просто послушать. Это очень странно. Ну, действительно, человек играет с нами первый раз, вообще в мафию почти играет, пятый раз по счету. А вдруг я в руку? Если бы его убрали бы в первую ночь, тут бы началось, ну, какая скотина, это сделала. Ну, как обычно делается, когда у нас новый игрок приходит. В общем, мне не понравился эксайл, который окраснеет Генсуху. Генсуха нифига не разложила в первый день. Она сказала, что я красный, в конце речи сказала, что я серый. Предъявила Марку за то, что он против десятки и тройки, хотя он, наоборот, с тройкой играл. Генсуху потом сказал, ну, блин, у меня так записано было, но я, видимо, ошиблась. В общем, я бы разбирался бы в восьмерке и десятке. Вот, пока поиграю с инсайдером. Эвелон непонятен. Непонятно, почему Масмодей тоже в Джоу пошел. Вот эта тема типа с едой. Тоже очень странная предъява. Все, спасибо. Итак, ты кого-то поднимешь? Вроде уже все выставлены. 1, 5, 2, 10, 6, 8, 9. Ты с кем играешь, Финалкод? С 9 и... Я пока поиграю с инсайдером. По Аликсу ничего не скажу. Но он для меня, наверное, более красный из всех остальных. А, ну и с Джоу, понятно, тоже играю. Он говорил что-то про Генсуху? Ну, Генсуху, да. Я сказал, что она нифига в первый день не разложила. Так, Дима, спасибо. Оставляешь как есть, значит, да? Итого в номинации у нас 1, 5, 2, 10, 6, 8, 9. Сейчас всем этим лицам я дам по 30 секунд для оправдательного слова. Поехали. По порядку. Я тут же выстрелила? Да, да, ты тоже. Финалкод, ты будешь в конце. Начнем 5-й Джоу с тебя. 30 секунд, оправдывайся. Ты что, оправдываться? Какие-то вообще левые обвинения. Вот. Что-то я там где-то что-то не так сказал. Вот. Мне не понравился номер 6. Вот и все, что я могу сказать. Сейчас будет какое-то голосование, да? По-моему, голосование потом идет после оправданий. Я буду против 6-го голосовать. Ну, левые какие-то непонятные замуты. Мне не понравилось. Все. Спасибо большое. Далее. Номер 2. Дмитрий Ликс, ваша оправдательная. Ну, я согласен, кстати, с Джоу в плане 6-го, что очень странно. Он почему-то, я говорю, точно красный. Ну, хз, странный инфакт. Короче, поступила от него. Мне не понравился 12-й. Если первый считает меня красным, окей. Ну, давай там, тогда ты для меня тоже будешь там серым, я не знаю, больше красным. Но 12-й номер. Говорит, семерки. Типа, у тебя, наверное, либо как... Какая-то активная роль, зачем так маркировать? Если у него может быть активная роль, зачем лишний раз указывать на это мафия? Это очень странно. Вот. С пятеркой, восьмеркой, я до сих пор не понимаю, что происходит. Одиннадцатый, опять. Он разрисовывает весь стол. У него все красиво. У него все красиво. Спасибо большое, Дмитрий Ликс. Благодарю, Дмитрий Ликс. Я не знаю, кого ты. Спасибо, Дмитрий Ликс. Не знаю, кого ты. Спасибо, Дима. Офигеть. Наташа. Да, господи, ты специально продолжаешь? Нет, конечно, я не знаю просто, кого ты. Все, давай. Можно? Да, спасибо. Наташа, оправдательное твое. Как весь? Никого не на меня. Там же восемь еще. В порядке выставления. А, извиняюсь. Тогда, ну, что, для меня непонятный Фенаргос. Вот. Сейчас, на данный момент Ликс. Ну, потому что так Вадим думает, но я не знаю пока на Ликса от себя. Я ничего не знаю. Но для меня самое-самое-самое прям черное, ближе к черным это Смодей и Марк. Вот прям, не знаю, они очень какие-то прям очень подозрительные. Инсайдеры до сих пор надо меня не понять. Ну, типа, я не вкидываю сейчас тебя ничего, но просто до сих пор я держусь в эту фразу, говорю, в голове. До того, что ты в нас вкинул. Вот. Спасибо, Наташа. Все, я красную. Спасибо. Номер 6. Рома Мокривский. Итак, меня все просто сейчас притягивают за инфу по пятерке, которую я сразу сказал. Я выставляю просто, чтобы поговорить. Я не обвиняю его черным. Я предположил исход, что он может быть черным, потому что красного игрока, самого красного игрока, логично убивать ночью. Так было с Магом. Маг уже убили, он был самым красным. Его тогда убили. Это не важно, что он первый игрок. Инсайдеру по Дмитрию Ликсу я дал информацию и волновался, потому что я не знал, это информация по игре или не по игре. Поэтому я сказал, что он для меня более красный. Сейчас для меня команда есть 1, 9, 11, 7 и 5, 8 и плюс-минус двойка. Но в первой команде для меня сейчас максимальное количество мафии, потому что девятка и одиннадцать играют в команде, когда никогда в жизни не было. Благодарю, Роман. Без аргументов. Я красный. Марк, твое слово. А про меня что-нибудь еще не сказал? Я хочу сразу извиниться перед всеми мероприятиями, жительными, потому что я наговорил полной хуйни, растерялся, и если вы проебете игру, то вы проебете ее из-за меня. Вот, по столу хочу сказать, смотрите, 9, 11. Вадим выделил 6, 7, 9 красными игроками, из них 6, 7, 100% в красный. Я настоятельно рекомендую комиссару проверить девятку, потому что явно из них кто-то будет черный. Если это не Ваня, то между шестеркой и семеркой уже смотрите, между ними 100% есть черный. По столу можете меня кикнуть, потому что, да, наговорил хуйни, я за это еще раз извинюсь, что-то вообще пиздец. Я в тильде в каком-то сад. Спасибо большое, Марк. Спасибо. Что случилось? Да забей, нормально, нормально. Да, да, да. Асмадай. Асмадай, улыбался в начале игры дебилот. Что ты в тильде? Наташа, асмадай, пожалуйста, оправдывайся. А что ты его взываешь, знаешь? Да это наш, это наш. Что наш, какие-то с собойчики есть ночные. Ну что, дебилот, обидно, что ли? Ну, конечно. Да ничего не обидно. Ой. У вас в ЖЖ, что ли? Ну, как сказать? А Серега знаешь? ЖЖ, мэ, мэ, вот. ЖЖ, мэ, мэ. Асмадай, пожалуйста, оправдывайся. Ну что, я могу поговорить, да? Да. В принципе, я мирный игрок без карты, так что если вообще вам некуда кидать руку, можете кинуть меня, но не знаю даже, что пока... Я вот и говорю, вот несправедливо, что Марк берет вишенку с собой. Это потому что я не смотрю на Марка, хотя он как-то, это, замкнулся. Ну, точнее, как-то, не знаю, говорит, если даже плохая речь, то я вообще не смотрю туда, поэтому не знаю. Вот, а как-то, если честно, Макривский, ну, положа руку на сердце, я думал, что это доктор, сейчас, что тебя хотят кикнуть, ты скажешь, типа, я лечил Джоуа, поэтому я такой, а ты ничего не говоришь, поэтому у меня возникает ощущение, что, может, реально мафия. Спасибо большое, Дима. Спасибо, Асмадей. Пожалуйста. Иван, инсайдер. Ну, меня, по сути, не номинировали, меня хотела дать возможность Асмадей дать информацию по столу, но я думаю, что и так она будет полезна. Аром, ты меня не убедил, и то, что ты сказал, что я играю с Вилоном, такого никогда не было, так я с ним не играю, о чем-то слушал. Я сказал, что, возможно, для меня один из мафии. Так что ты максимально посыпался, и я могу сказать, что 6, 8, 10, 11, вот, наверное, вот эта тройка у меня, где-то из них три мафии, скорее всего. 6 и 8 сейчас наиболее, потому что, Марк, вот это, я в тильте, я в тильте. Что-то Оскара дайте Марку. Спасибо, Иван. Спасибо большое. Так что 6 так же, да. Последним оправдывается Фенаргот. Пожалуйста. Блин, я вообще не знаю, что происходит. В общем, у нас была заруба между 10 и 8, если десятка готова вроде восьмерку вешать, то вот восьмерка что-то как-то соскочил с десятки. Смутил Осмодей, который сначала присоединился к Макривскому, сказал, что пятый тоже черный игрок, а теперь Осмодей хочет вешать Макривского, потому что он якобы не доктор, там, и не подскрылся нифига. При этом Осмодей сказал, я обычно красная карта, без там роли, можете в меня пальцы кидать. Ну, то есть, очень какая-то странная, слабая речь для Осмодея. Я же играл с тобой, и ты по-другому играешь. Спасибо большое, Фенаргот. Итого в номинации у нас 5, 2, 10, 6, 8, 12, 9, 1. В таком порядке вы сейчас будете голосовать. Костя, смотри, я называю цифру, и если ты против этого человека, поднимаешь руку. Голосовать нужно обязательно, и только один раз. Выбери сейчас против кого-то и подними, когда будет назван человек. Ребята, приготовьтесь. Кто против пятого, против Джова, поднимите руки. Ни одной руки. Ибо нехуй. Кто против двойки Дмитрия Ликса, поднимите руки. Одна рука. Одна рука уходит в Ликса. Тиман. Эксайл. Кто против десятки Наташи Генсухи? Подожди. Что? Я не вам, сори. Что? Никого. Да, это Ликса. Никого против десятки. Кто против шестерки? Кто против Ромы Мокривского? Поднимите руки. Раз, два, три, четыре. Четыре руки. Четыре руки уходят в Мокривского. Кто против восьмерки Марка? Поднимите руки. Я. Я. Одна рука. Голобка, блядь. Одна рука только? Я записывала просто, кто голосовал. Эээ, Фенергот, это фейспаум или рука? Фейспаум. Хорошо. Кто против двенадцатого Асмадея? Одна рука. Ээ, нет, две руки. Две руки. Кто против девятки Инсайдера? Одна рука. Вы когда чешитесь, не чешитесь, пожалуйста, во время голосования. Тут похоже на руки. Там две руки, там еще... Я кинул, я кинул. А, окей, две. Сейчас, подожди, не писай пока. Давайте пописать сходим после этого. Ну, перед ночью. Кто против Осм... Эээ, да-да-да. Фенергота. Номер один. Кто против единицы? У нас вообще остались руки? Нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, десять. Да, все, рук больше нет. Ноль рук. Итого, большинство против Макрисского. Рома, твое последнее слово. Я мирный игрок, у меня никакой роли не было, ни комиссара, ни доктора, но это не отменяет его факт, что у вас сейчас все плохо. Еще раз повторяю, для меня сейчас команда, где максимально большое количество мафии, это единица, девятка, одиннадцать и семерка. По поводу Джоуа. Джоу, я не понимаю, за что ты меня вкинул руку, хотя я тебе просто дал поговорить, ни одного аргумента. Вы прицепились за информацией, которая, блядь, просто максимально тупая. Я красный игрок, пересматривайтесь, единица, девятка, одиннадцать и семерка. Все, пока. Спасибо, и с этими словами Рома нас покидает. Идите пописайте, да. Кому нужно писать или в туалет сходить сейчас. Писать. Две минутки вам. Только по игре не обсуждайте, пожалуйста. Диман, даро. По игре не обсуждать? Да, 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 по игре не обсуждайте, потому что не все за столом. Наташа. Мне очень интересно, блядь. Наташа, что ты так выкуешь где-то опять РП? Ну, у меня-то король, что я ее делаю. А кого ты там отыгрываешь? Ну, кого я еще могу отыгрывать? Тебя? Нет. Шлюха. Шлюха, быдло шлюха какая-то. На каком серваке играешь? На Ричмоне. Промокод есть? Так, это что, интеграция Джо и Генсухи совместная? Да, да, да. Да нет, я тоже играю. Я заходил, в описание добавлял там ребят, девчонок. Я заходил, я захожу, короче, попадаю на Наташин стрим, а там прям реально такой рейдж. Да это врофл же все. Ну, типа, у меня чат угорает с этого, не знаю. Я тоже. Я понял. Мне тоже смешно с этого. Ну, а ты во что обычно играешь? Тебе интересно реально? Не, у меня интересно, просто я вас первый раз вообще всех вижу, кроме Дины. Вот, потому что играть Дина я знаю. Ну, я что играю в Valorant, в мафиограф, в CSGO, игра, вот, в доте мне 5к ММР, вот. Кока. 5кайяна. Ты че живешь? А где аккаунт купила? Реально? Слушайте, опять как-то, у тебя парень будет. Охрану привел. Либо тебе поссал нахуй, балдеж. Не знаю, пидоргозный склоны привел. Кто падает, а шикартовать начала? В смысле, не скажешь. Не скажу, не скажу. Кто привел Клона? Кавок хона, какого? Финаргот. Что? Я сказал. Что, Финаргот? Я сказал, Финаргот привел Клона. А, Клона? Какого Клона? Ты че? Вадим, ты че? Я просто Мира Дикого Запада пересмотрел, поэтому решил, что надо, да. Да с Финарготом просто живет мужчина, который очень на него похож. Вадим, ты че? Нет, ты че? Не, 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 не. Вадим, ты че? Не, 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 не. Я сказал Финаргот. Динаргот. Ты мне скажи. Подождите, а давайте вот делать вид, что Димана слышно. Я хотел сказать, я хотел сказать, что мне тоже послышалось, Вадим, я тут как бы июхаю. Ты слышал слово? Да, да. Я сказал Финаргот. Я сказал Финаргот. Вы заебали? Ну блин, ты уже сейчас че? Вы че пугаете? Все нормально было. Ты меня расстроил, если меня забанят, это ты виноват. Понял, будешь мне деньги платить за мыстревать? Да ничего не было, даже не акцентируй на это внимание, Вадим, все нормально. Да все, блядь, пизду, я еду в Россию, блядь. Не заебала, это все хуйня, блядь. А ты не живешь? Я живу в России. Ты что, в дальнобойщике играешь или вот что? Нет. В Россию едет на гугл-картах. Давайте только в России на гугл-картах бывает. Арина мертва. Так что да, все собрались, все пописали и готовы засыпать. Не мама, ты скоро будешь греть. Приятного аппетита, Ваня. Спасибо большое. Засыпаем, да? Давайте, да. Костя, ты что-то еще хотел спросить? Да не, ничего, ну попиздели, все нормально, поехали дальше. Тогда засыпайте, тогда спокойной ночи всем. Сейчас будут убийства, проверки и лечения. Блядь, секунду, секунду. Ты на руле будешь спать? Да, блядь. О нет, Эвилон планирует заснуть за рулем. Осуждаю, блядь. Да у меня не крути, хуйня. Вадя, засыпай. Я говорила все это время. Кто говорила? Наташа говорила. Все, все спят, полная тишина. Полная тишина. И просыпается мафия. Кто это будет? Кто же это будет? Тишина может слепить нас присмотреться. Не-я-я-я-я. Мафия делает свой выбор. Мафия делает свой выбор и засыпает. Просыпается Дон Дон засыпает Пробуждается комиссар Комиссар засыпает Просыпается Доктор Доктор засыпает Доктор засыпает Утро Доброе утро Доброе утро Доброе утро Так, один из игроков уверен И Он мертв Уверенный эксайл найден мертвым Прямо в лифте Вы представляете, вы находитесь в лифте И там находят трупы Давайте я вам на всех случаях напомню Ночью Вот не надо вот всяких Тырканье пальцами Держите, пожалуйста, по ночам Свои пальцы при себе Спасибо Это относится К тем, кто в тот или иной момент Игры спит Кто против Ильи играл? Я играл Изначально А против Ильи немного играл Да, мне не нравилось Обсуждайте Кто этот вопрос задал? Я играл за Илью Мне понравилось Кто этот вопрос задал про Илью? Я не знаю, чем Илья хорошо играл Не было такого ни разу Чтобы я играл против Ильи Ты не знаю, откуда это взял Он на семерке Он первый на семерке С восьмым уже все понятно Разложил стол Я так и понял, что Осмодель просто решили тупо подставить таким мувом Я сейчас не буду играть с теми, кто не попилил стол Была возможность попилить стол Смотри, что-то не сначала Ген Снер Бросил руку Мне, кстати, понравилось Как чувство Сказал, что я Я первый раз в жизни играю с девяткой Если что, я окраснил девятку А он сказал, что я более-менее Ну, типа, черный для него Блядь, по факту, стол Можно мирных обращу? Послушай, пожалуйста Вадим обозначает для себя трех красных игроков на первом ходу Блядь Шесть, семь, девять Мне понравилось Из них Шестерку выгоняют на голосование Блядь Семерка красный уходит ночью И живет девятка И он будет жить до конца игры А сколько у нас мафии на столе осталось? Три, блядь, мафии на столе сто процентов Я комиссар, комиссар есть вообще? Я рассказываю Шестерку Шестерка мне понравится, как она играла А потом это был пиздец Вот этот ход, он проснулся Полностью напиздел на Джова, который сидит на фулчилле Да, мне кажется, что две мафии осталось А комиссар будет? Кто третий мафии? Нет, кто мафии В смысле, макрифский? Разгруппа мне и я смотрю Слышите, если комиссар не мафии, блядь Макрифский не может быть мафии Вы что, смеетесь? Ребят, если комиссар не скрылся Потому что, если он не вскроется Сейчас мы проиграем Нам нужна инфа, если у нас палка, конечно Дим, я не доктор Дим, ну зачем тебе сейчас тогда вот эта инфа Потому что 3 или 7 Если бы у него была хорошая инфа, он бы сейчас скрылся Либо он мертв, либо у него нет хорошей инфы Ты вообще странный граждан В чем странность? Что тебе не так понравилось? Мне не нравится, что ты мало говоришь и бросаешься Я больше всех за столом, наверное, сказал По инфы, по этой игре О чем ты говоришь, Дим? Окей, кто для тебя мафия тогда? Давай так Погнали по очереди 6-8, а третий я не знаю кто Иван, поехали по очереди А, нормально И сейчас, начиная... Вот, Костя, как раз тебя начинаем по очереди А про меня от чего? Говорите У меня вопросик... Ты меня и про Витона же инсайдера еще говоришь Наташ Костя, какой... Ребята, пожалуйста, тишина Пожалуйста, пожалуйста, господа Господа, господа, мы уже по очереди идем Костя Дина, у меня вопрос, как у новичка Если уходит мафия или комиссар Это не объявляется, правильно? Он не может сейчас сказать Он, когда просыпается утром мертвым Когда просыпается утром мертвым, он ничего не говорит А когда выгоняем днем, тогда он может все, что угодно сказать То есть, если... А Макривский-то ничего не сказал, когда его убили То есть, мы не можем знать, кто он, да? По итогу Он мог сказать Вы не догадываетесь Ну, вы можете, вернее, только догадываться Точно вы не знаете Обычная красная карта Итак, Костя Ты сейчас должен кого-то выставить Потому что ты первый говоришь Кого ты считаешь мафией? Очень сложный вопрос Так Вообще, честно, я придерживаюсь свое мнение Что для меня сейчас самые опасные игроки Это те, которые наиболее невозмутимые Это двойка, девятка и один Вот Я не знаю, они всегда тут играют Это у них стандартная мимика или нет Вот Они для меня самые опасные Но опять же, я в них не уверен Они для меня все-таки серые А двенадцатый, наверное, нет Десятка, наверное, нет Вот Восьмой Ну, фиг его знает Я за пять минут до стрима проснулся, так сказать Вот, меня вырубило Вот, возможно, у человека тоже такая же проблема Вот Я, как бы, немножко еще в себя прихожу Поэтому Я бы присмотрелся к двойке и девятке Я просто сразу их зачекал с самого начала нашей игры Вот, они невозмутимые, спокойные Блин Обычно такие ребята самые опасные Вот Вот Тут я уже надеюсь на мнение остальных мирных граждан Вот Им тут виднее Потому что они этих людей дольше знают Все Кого ты поднимешь Одного так Надо выбрать Да, одного Девятка Спасибо Спасибо, Костя Так, Марк Это такой тильт Вы понимаете, что за столом три ебаных мафии Я наконец-то проснулся и вернулся в игру Сорян Смотрите, у нас комиссаром ушел три или семь, блять Обратите внимание на речь Ивана девятого Который в начале игры обозначает 10-11 черными И теперь для него черные это 6-8 Которого из них шестерку они выгнали красным игроком, блять И самое смешное, Джофф, это просто пиздец Я не знаю, как ты путаешься в своих словах Извини, но ты говоришь, что для тебя девятка черный И при всем при этом ты докидываешь свою руку в шестерку Когда он уходит красным игроком Это такой тильт, блять Кикните девятку, когда он не дает никакого конструктива по столу И просто весь стол настраивает против сначала шестерки Потом против восьмерки Охуенно за шестерку Не-не-не, Марк, я отталкивался от его слов Кость, не перебивай, пожалуйста Извиняюсь Я в девятку уже выставлен Комиссары ебнули За столом супер, все хуево Я предлагаю, нет, не предлагаю скрываться доктору Доктор, я надеюсь, что ты сейчас нормально вылечишь себя И мы выиграем эту игру Потому что за столом три, сука, мафии Если мы сейчас кикаем не того, все, пиздец, мы проебаем А шестерку, что шестерка? Шестерку выгнали красным игроком Итого, Марк, ты кого-то номинируешь? Я вставляю девятку Он уже выставлен Пожалуйста, ты не тупи хотя бы Ну все, оставляю все как есть Спасибо, Марк Инсайдер Да, Марк Так зачем ты стреляешь все как есть Если у тебя еще есть подозреваемая мафия за столом? Такое интересное Конструктива я по игре Позволь мне сказать Конструктива нет по игре Ну здрасте Я тут больше всего аргументов И за игрой слежу А ты мне говоришь конструктива Ты поплыл Когда я обратил внимание на то, что ты начал отыгрывать Вот это, я скоро на своей роли О, мне херово, ребят Отличная защитная позиция И когда я это в тебя вбросил Ты все Ты сразу поплыл Ты начал агрессивничать Такой стиль игры поменялся у тебя сразу И все Вот почему Наташа Мне просто мафию сказать Что это 6,8 было Понимаешь? У тебя теперь И в игре что-то складывается или нет? Ты же записываешь Вот почему Для меня было На текущий момент сейчас восьмерку кикаю Дальше мне не важно Кто будет 10, 11 Все Я разберусь дальше Это из вас или нет Вот Дима сейчас тоже начал странно играть с этим комиссаром Не знаю Я знаю, что на текущий момент игры Это восьмерка Я больше чем верен Что у нас две мафии было 6,8 100% максимально Я вам всю информацию по этому поводу дал Что-то сложного, непонятного Ну, Марк очевидно посыпался Все Начал на пятерку гнать Так пятерка просто играет Третью мафию в своей жизни Он поэтому не понимает Что происходит Вот и все Так что все Тут очевидно Игрок номер 8 номинируется Ты выставляешь восьмерку Да, спасибо Наташа Да, я также Буду продолжать говорить В Марках Хоть он защищает На прошлом ходу Он говорил, что Макривский Точно нужно ему верить Он красный Я думала, это речь комиссара Я не сразу начала говорить Что типа Вот он комиссар Возможно Ну, что мало ли Его убьют Типа поэтому В этом ходу В этом ходу Он опять же говорит Что Макривский Типа красный Но если ты Так Ну, прям утверждаешь Что он красный Так скройся тогда Комиссаром Или еще что-то Не знаю Но по мне По мне Речь максимальная Для Марка черная Не знаю Вот Также я вижу Связь с Мадем С Мадем вообще Про него ничего не говорил Ну, как можно было На восьмом На восьмом слоте Просто, ну, не шарить за игру Вообще Сказать только про тройку Которая вообще Вполне нормально Сказала по столу Ну, как она Три открывает стол Типа Она просто По эмоционалу вывезла И по пятерке Который первый раз С нами играет Просто прицепиться К двум красным Типа, ну, такое Само по себе Илья Илья, мне кажется Был комиссаром Он просто ушел Девятка для инсайдера Не знаю Вкидывает в десятку И в одиннадцат Когда, ну, для меня Эвелон красный Я красная Итак, Наташа Кого ты выставишь? Типа, ты вкидываешь в нас Максимально странно Мы выгоняем Марка Сейчас Спасибо, Наташа Кого ты выставишь? Никого пусть оставишь Оставишь как есть? Нет, нет, нет Я выставлю, осмотрю Пусть поговорит Спасибо, Наташа Эвелон Короче, когда шестерка уходил Он мне сказал Что я нагнал на Демаса Во-первых Я не нагнал на Демаса Я сказал, что он уебан В плане того, что я его Не хотел обидеть Да Я просто, ну, типа Я сказал наоборот Я сказал, что он хорошо играет Играть я с ним не хотел Но я говорил, что первый Первый, второй, третий Для меня подозрительные Больше подозрительные Даже первый Скажу по поводу Генсухи Генсуха мне нравится Она заинтересована Если честно, почему-то У меня опять переклинило Я почему-то думал Что у нее какая-то Игральная карта И поэтому я так Прицеплялся, блядь Но это, наверное, у меня Шизоид какой-то, блядь Какие-то игры Прицеплялся Генсухи Мне нравится, как играет Двенадцатый Постоянная переобувка Каждый ход разный Полностью Каждый ход полностью разный И восьмерка Ну, камон Типа, когда игра Подходит к концу У тебя появилась энергия Энергия должна быть С самого начала Понимаешь Ну, типа Марк, о чем речь И пятый Мне кажется, больше не понимает Чем черная карта Потому что он как-то Не знаю Кидать в тех людей Которые сидят с фейспалмом Это очень странно Кто выставлен? Кто выставлен? В номинации Девять, восемь, двенадцать Ты хочешь, Диман? Ну, давай, Диман Спасибо, Вадим Осмодей, пожалуйста Чат Жамкайте на фолловы Сиди, мне нравится мафия Жамкайте на сердца Всегда приятно вас видеть Это Спасибо Марка Ты как-то, когда за мафией Обычно краснеешь Не знаю Вроде красный Ладно Это неважно У меня вопрос к Джову Точнее, Вилон Сначала отвечу Вилон А если я изначально Что-то сказал То я должен Даже если что-то в игре Меняется До конца до этого топить Не-не-не А ты мне говоришь Переобувается Я вижу по-другому факты Ну, типа Ты сидишь на двенадцатом слоте И ты переобуваешься Даже, ну, типа Вадя Ну, извинились Как-то факты Я как бы по-другому Разговариваю Мне ж не надо до конца Я ж не мафия Я должен, типа Ну, стараться Как-то под стол подстраиваться Если что-то Я вижу, что изменилось То я стараюсь, соответственно Тоже для себя Как-то тоже мафии вычисли Я же уговорил Я простая карта Вот Меня смутил Джо В одном моменте Он сказал Один, два, девять Самые странные ребята Но я бы выставил Два или девять А один почему нет? Потому что он с тобой В команде или что? То есть, ну Не понял Да нет Нет Слушай, братан Я как бы вот вообще Тут сейчас в роли Кость Кость Нельзя, нельзя, нельзя Ты можешь жестами что-то показывать? Жестами В общем, смотрите Еще такой момент Проблема У нас получается Восемь игроков Одного кикают Одного убивают Если три мафии Это проигрыш Понимаете, да? Поэтому лучше бы Если есть доктор Если есть доктор То лучше бы вы сейчас Скрылись до голосования Чтоб не Как бы У нас хоть была Больше возможность Кикнуть Правильного человека А смотри Против кого ты? Кого ты выставляешь? Я выставлю пять Спасибо Потому что Ну, за такой диалог Финаргот Блин, я не знаю Что происходит Проблема с Мадейни В том, что он якобы Переобувается Каждый раунд Он в прошлом раунде Переобулся два раза Он сначала был Против Джова Потом стал Точнее Сначала был против Макривского Потом против Джова Потом опять против Макривского Потому что против него Проголосовал Восьмерка Тоже непонятно В общем Мафия Это ролевая Психологическая И математическая Игра У нас всего лишь Шесть Мирных жителей За столом Какая игра? Математическая У нас два человека Ночью ушло Если это даже две роли У нас хорошо У нас остается Шесть мирных За себя я уверен Двойка Красный Да, тоже говорил Что он обычная красная карта Пятерка Горил обычная красная карта Двенадцатый Горил обычная красная карта Восьмерка То же самое Девятка То же самое Кто-то один из нас Пиздит точно Минимум один пиздит Вот И Двенадцать восемь Я не знаю В общем Двенадцатый Переобывается больше всего По восьмерке Как уже сказали Поменялась игра Абсолютно И очень сильная Ответная реакция В девятку В общем я сейчас буду Против Смодея Спасибо Спасибо То есть оставляешь Как есть И Дима Ликс Ты закрываешь Ребят Вадя попросил себя поднять Потому что может Не хватит времени Чтобы объяснить Я комиссар Я проверил Единицы Это мафия Это правда Сейчас без рохлов Девятка Это мафия Один девять Обратите внимание Они никогда друг против Не голосовали Почему пятерка красный Потому что пятерка Выставляет мафию Один два девять Он двух мафов Подозрение ставит Это очень странно Я считаю Что пятерка Больше красный Если есть врач Потому что я не хотел Сразу Ну политься Дима ты вскрылся Да Извиняюсь Все тихо Я вскрылся Да смотрите Восьмерка скорее всего красный Потому что его пытаются затопить А вторая проверка Это где Один девять Вы не перебиваете его Ёбаный рот Один девять По мне между десяткой Одиннадцатой Есть мафия Потому что двенашка Ну двенашку тоже Как бы гонят мафы В основном Ну вот из тех Кого я знаю Я не знаю Между десять и одиннадцатой По мне есть маф Я кого-то буду проверять Оттуда Ну просьба играть Со мной Если есть врач Лечите меня Я буду делать проверку У меня все Один девять Сейчас утикаем Сейчас Давайте единицу кикать Или девятку Давайте девятку Мне все равно Все мирные За девятку Иначе они меня сейчас кикнут Ну хотя не буду политься Спасибо большое Дима ты оставляешь Как есть получается Один девять в мафе Да-да-да Я оставляю как есть И врач лечи меня Обязательно Ты не забывай Спасибо Дима спасибо большое Я выставлен Нет В номинации Девять восемь Двенадцать Два Пять Все Я проверенный мафе Меня не выставили Что? Итак Девятку сейчас бросать будем Итак Пожалуйста Внимание Оправдательные речи Начиная С девятки Инсайдер Пожалуйста Тридцать секунд Да ну все Эта игра закончена Тут все просто Двойка в начале Вскройтесь комиссар Вскройся комиссар Комиссар не вскрылся Он понял что комиссар Был в тройке и в семерке И вскрылся уже комиссаром Очевидно Очевидно Один и девять Если у тебя две черные проверки Что же ты сразу тогда не сказал И не помог красным Тебя могли вынести И у тебя бы тогда слово закончилось Ты не можешь после смерти говорить А все очевидно Двойка лжи комиссар Восемь да У нас осталось игрок Но если еще дальше Восьмерку можно оставить То с двойкой все понятно Если он не номинирован То тогда восемь убираем И все Ну тут гг короче Два и восемь остались Последним офезе Больше кому верить Хорошо Спасибо большое Ты зря ты сделал Спасибо Спасибо Марк Твоя оправдательная Мирный Наташа Охститесь Блядь Тебе ваня Все свои оправдательные Речь Что поправдывается Дима 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 Блядь Плюс здесь секунды Спасибо Дима Я твой рот ебал В прошлом смысле Спасибо Что скрылся комиссаром Сука За столом Три мафии Один Девять Одиннадцать Просто Кик нахуй А смотри Как всегда Несет хуйню Сначала У него я Черный игрок Потом Девять Черный Хотя я топлю Против него Всю игру А смотри Вообще Нахуй Не слушайте Убиваем Девять Убираем Один Убираем Одиннадцать Все игра Закончена Блядь Дима Ебаный рот Спасибо Что ты есть За этим столом У меня просто Слов Нет Это пиздец Это такой Тильт Игра Если бы меня Кикнули Это пиздец Блядь Блядь Спасибо Большой Марк Объясню По чему Я эмоционалил Потом Дополнительные Скуда Прошли Если что Вы хотели Меня кикнуть Спасибо А так Асмадей Твои Тридцать секунд Пожалуйста Что-то мне Тяжело стало Во-первых Маркс Начнем с того Ты когда За комиссар Играл Вообще Вскрылся После смерти Так что Клюбик Закрой Понял А Во-вторых Это Не знаю Для меня Сейчас Получается Две команды 2-8 Да И 2-1-9 Правильно У нас так Получается А кому верить Я не знаю Вот Я не знаю Если честно Я их еще послушаю Потому что Ну типа реально Почему Ликс Только сейчас Вскрылся Какая-то чушь Вот Ну что так Что терпел Что терпел Чтобы никто Не сказал больше Вот Ну опять-таки Фенаргот Почему-то Меня пытает затопить Спасибо большое Асмадей Самый черный Окей Спасибо А номер 2 Дмитрий Ликс Ваш 30 секунд Я тебе объясняю Почему я вскрылся сейчас Если бы я сказал В начале хода Что я проверил 1,9 мафии То другие бы разговоры Были у мафии Возможно Можно было бы Третьего установить Я честно говоря У меня не получилось Это сделать Если бы я вообще Я мог на первом ходу Сказать что я фенаргота Проверил И что Ночью я прошу доктора Меня вылечить Окей Я там бы все равно Проверил девятку Но блин Но у них речи Другие бы были У них другие бы речи Были совершенно Так ты хоть какой-то Анализ сможешь сделать Из всех речей Если я комиссар Не должен сразу Вкрываться Вкрываться моментально Я говорю У нас Наташа Пожалуйста 1,9 мафия Спасибо Дима Спасибо И Костя Твое оправдательное слово А меня выставляют? Да Ты выставлен на голосование Оправдывается Я понял Короче Я не думаю Что черный Осмодей Несмотря на то Что он голосовал Против меня Потому что Он как-то это неуверенно Делал По-моему Он нихуя не понимает Так же как я Вот Ну я честно Друзья признаюсь Я вас Повторюсь Пять раз Я первый раз Всех вас вижу Поэтому я пытаюсь Вообще Понять что происходит Мне кажется Осмодей Это такая же история Не знаю сколько раз Он с вами уже играет Он нихуя не понимает Так же как я Мы с ним два долбоеба Изи Вот Ну Диме Я склонен верить Вот Может быть он лже Может быть он лже Если я не прав Извините Мой проеб Вот Спасибо Кость Я с первого хода Как бы определил Спасибо большое Кость Все Все Молчу Спасибо большое Итого в номинации у нас 9 8 12 2 5 Готовьтесь голосовать Можно чуть-чуть подумать Совсем да Чуть Только давайте в тишине Без обсуждения Просто подумайте 20 секунд Без обсуждения Сейчас я почитаю Все свои записи Секунду Все 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 паров Давайте играть дальше Подождите Они думают Они думают 20 секунд Наташ Спасибо Подожди Дима Итого Ваше время на раздумье Вышло Голосуем С черной проверкой Не скрылся Тишина Тишина Пожалуйста Тишина Тишина Пожалуйста Голосуем Кто против Инсайдера Номер 9 Поднимите руки Так Раз Два Три Четыре Четыре Против Инсайдера И все Маши Проголосовали Понятно Кто против Восьмого Против Марка Поднимите руки Против номера 8 Против Восьмого Против Марка Ты что Больная Что ли Одна рука Против Марка Кто Против Двенадцатого Осмодея Ну я топлю До конца Всегда Марка Ни одной Руки Кто Против Двойки Дмитрия Ликса Три Голоса Герман 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 Ты клоун Ты клоун Ты считаешь Что они в одной команде играют И голосуют в другого Которого точно не приглашают Итого Большинство Внимание Большинство Господа Большинство Против Инсайдера Ваня Последнее слово А куда я знаю по голосу Распределяться Ты рофлишь что ли Ваня Тебе последнее слово Да я не считала Я не считала Ну сейчас Наташа Наташа Прокричит Бывает Бывает У тебя есть Еще шанс победить Наташа В этой партии Несмотря на то Что с модель Жесткий Пайспалм Поймал Твоего Мува Но я с ним Немножко Соглашусь В этот раз Наташ Тут очевидно Двойка Лжекомиссар Был Либо он Либо он Не лжекомиссар У тебя номинация Либо 2,9 Настоящая Говори Сейчас Последняя речь Ивана Согласна Не перебивайте Пожалуйста И Наташ Который Греть согласна Я согласна Потому что Не права Все Вся моя речь Звучит Как Наташ Согласна 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 Как будто Вы в ЗАГСе Договаривай Согласна Согласна Просто я не могла Определиться Наташа Наташа Посмотри ему В лицо Доктор Доктор Ой Дима Актерская игра Доктора Доктора Был между тройки И семерки Как и комиссар Настоящий Был между тройки И семерки Ребят Это максимальный Посос Понятно Что пятерка Что с него спрашивают Он не играет Он пока не понимает Что происходит Наташа Немножко Затупила Скажем так Дима Очевидно Лжекомиссар У него две черные проверки Он не вскрылся Он бы слился Его бы убили ночью И он никакой информации Не дал Вы серьезно верите В такую игру Дима Ликс На комиссаре Я вас умоляю Тут все очевидно Стол остался Два восемь Две мафии Ребят Ну желаю вам удачи Спасибо Инсайдер Я был максимально полезен Уже два восемь Спасибо А вот сейчас проснемся Значит уже Итого Вы засыпаете Нет 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 Общая будет утром Осталось Два восемь Два восемь Осталось Марк Слушай внимательно Ну тебе зачем Слушать правильно А я думала Сейчас пальцы поделились Ты мертв Не поделились Потому что Твой палец ушел В Марка Все спят Наташа Перестань себя бить Засыпай Я думала Блять По равному По три Три Ну если что Вас было восемь Ну ладно Засыпайте А я не считала Сколько нас Все спят Полная тишина Просыпается Мафия Итак Кто же это будет Итак Считаю до пяти Раз Раз Два Три Четыре Мафия засыпает Просыпается Дон Дон засыпает Просыпается комиссар 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 засыпает Просыпается доктор Доктор засыпает Утро Доброе утро К сожалению Прошлой ночью В лифте Костя подавился Трубкой От кальяна И не проснулся Можно говорить Общая обсуждение Да ты в том ходу Погаси пожалуйста Вебочку Погаси пожалуйста Вебочку Это смешно Диман Это смешно Внизу просто Возьми на значок камеры Две черные проверки Две черные проверки Ты не вскрывайся Ты вскрываешься На ходу Который я тебе говорю Офнете Наташ Погаси пошел Вебку Наташ Хорошо что Ты в значок камеры Внизу Да 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 Ты мертв Можно выключи камеру Пожалуйста Спасибо большое Диман Что ты вскрылся Спасибо Допустим Лапши сейчас навешают Смотрите 1 на 11 Ну вы видите это Ребята Подожди Подожди Можно я скажу Можно я скажу Ты так же сам Эмоциональишь Как и я О чем речь Можно я сказать Не могу Ты же мне не даешь сказать Можно я скажу Я вскрываюсь Второй проверкой Черной В конце своего хода Потому что я мог Послушать весь стол И если бы вы знали Что я комиссар И знал Что я вас проверил Вы бы вообще Изменили свою речь По другому Игнать бы стали На других А то и для меня сразу А так другие Кравцы игроки Я могу Ты бы проснулся Солнышко ты мое Ты бы проснулся И сразу сказал Ребята 1-9 Черные Мы выиграли Ребята Ну это Ленка Игра 1-9 Черная речь Причем тут это Диман Хорошо Дима Кого ты проверил В первую ночь Один Я тебя проверил Ты один черный игрок Я обратил внимание Как я с тобой сыграл Обрати внимание Вспомни Как я с тобой сыграл А мне нравилась Твоя игра Ты не захватил Со мной играешь Кайф А знаешь почему Чтоб меня ночью не вольнули И чтоб я доктора не палил Сразу Дим 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 Один-11 гонит А красные слушают Обратите внимание Пожалуйста Один-11 В смысле Ты меня сказал Что я черный игрок И он черный игрок Мне молчать Мне молчать Осмодей Я в тебя вкидывал руку Вместе с фенарготным Первым годом Потому что это не решающий Мне надо было с ним сыграть Понимаешь Ну пожалуйста Поймите Я красный игрок Я комиссар Вот восьмерка Это понимает Ребятушки Давайте по очереди Пожалуйста Дмитрий Ясно солнышко Ликс Нет Начинает Марк Пожалуйста Охуенно Потратили Две минуты Минуту На обсуждение Того То что Лик скрылся Комиссарам Пиздец К Наташе Походу Нет уже смысла Обращаться Потому что Я сейчас По-любому ухожу Наверное Потому что Потому что Фенаргот Сука Докинет в меня руку С Вадимом И Наташа Докинет в меня руку Которой Присосались Один и одиннадцать Поэтому Осмодей Я тебя прошу Блядь Выиграй эту игру Играй с двойкой Потому что Это сука Не лжай Комиссар Наташа Я очень надеюсь Что ты Чуть-чуть Изменишь свое мнение И обратишь внимание На то Как Единица Докинула Руку С одиннадцать И девять Когда выставили Кого? Правильно Меня Блядь Я всегда В тебя одна По-моему голосовала Сори Давай Двадцать секунд Еще Марк Единица Активизировалась К концу игры Когда поняла Блядь Что надо играть Со своими пацанами Хотя всю игру Был нейтральным Девять Проверенный Один проверенный Одиннадцатый Видимо уже тоже проверенный После этой ночи Все спасибо Я все сказала Наташа Надеюсь Ты образуемся Кого ты поднимешь Марк? Я поднимаю Одиннадцать Потом единица Уходит Игра закончена Спасибо Спасибо Марк Наташа Ну Помните Мы на прошлом ходу Я так боюсь ошибиться Потому что Я уже ошибилась В том Что надо было Выгонять Ликса А я Мы выгнали инсайдера Но я Опять же Инсайдеру С самого первого Хода не доверяла Вот В общем У меня так сложился Стол Что восемь Точно Ликс Лжекомиссар Сейчас уходит Вот Все То есть Три мафии У нас сейчас Две мафии На столе Это факт Да Мы бы сейчас Проиграли Вот И Ну все Я сейчас буду голосовать Ликс Потому что он Лжекомиссар Я ему не верю Он бы сразу вскрылся И такой Hello Все Две мафии Все Ничего больше не нужно было Все кто топит Меня Подозрительные С самого начала Все Потому что я максимально красная Кто тебя топит Господи Итак Наташ Ты поднимаешь Ликс Да Да Спасибо большое И Вилон Лиман Я немного вас расстрою Смотри Ты думаешь Ты хорошо отыграл Да Это все заебись Смотри Ты можешь мне не отвечать Спасибо Я буду очень рад Смотри Ты не вскрываешься В самом начале Ты серьезно Только начинается раунд Ты должен сказать Что я проверил 1-9 Убираем И все Ты бы сказал Ребят Но эта игра Выиграна легко Рассказываю по поводу 8 8 Когда ты вскрываешь И говоришь Вау Диман Спасибо Что ты вскрылся И еще объясню Один факт Который вам все заруинит Если бы мы Мы кто проголосовали За Димана Если бы мы были Черными картами Мы бы проголосовали Совместно с Генсухой И ушел бы ты и Марк Понимаешь Было бы вот так Или было бы Или 4-4 Было бы, да 4-4 И мы могли кикнуть тебя Нам бы это было выгоднее 4-4 И переголосование Правильно? Правильно? А мы голосуем Димана Потому что он фейковый комиссар Да Но ты раскрылся после третьего хода Такой Ну, ребят У меня появилась энергия Когда ты понял Что уже хоть что-то идет Ну, типа О чем речь Все, спасибо И да, по-моему, Марк Я Выставлена двойка Да 11-2 выставлено Все, два, значит Да Спасибо, Вилон Асмодей Слово тебе Да, получается У нас Как всегда, да Сидим с Генсухой Думаем Кого плевать Да, не трогайте меня уже Я так Да, не буду тебя трогать Да, у меня тут такая же дилемма Как и у тебя У меня получается Типа 1-9-11 Это у нас команда профессионалов Да Либо у нас 2-8-6 Я так понимаю Но вопрос, кстати Правильно задан То есть У меня уже была такая же ситуация Когда Варк был комиссарем И против него играл, по-моему, мага И тогда, типа Марк скрылся уже после того Как его убили Я верил маги Ну, потому что Это был странный ход И здесь то же самое Делает Ликс Типа Прошел круг И он в самом конце Говорит, что проверил Только Опять-таки Это странность Я лучше, наверное С точки зрения Здравого смысла Лучше уже тогда Готов проиграть Фенерготу Ване и Вилону Чем Как бы Вот Скрывшемуся комиссару В самом конце Вот Поэтому Буду голосовать Ты оставляешь как есть Да, Дим? Да Спасибо Смотри Фенергот Слушайте А каких вообще В скрытиях комиссаров В начале второго раунда Идет речь Если в первом раунде Ликс проверил меня После, да Первой ночи В этот день Повесили Макриевского Который был против меня То есть У нас сидит комиссар Который знает Что я мафия И шестерка говорит То, что я тоже черный игрок Но комиссар такой Да в пизду Повешу я тоже, блять Это, шестерку Ну шестерка же тоже в него Повешу я шестерку То есть Ты не стал Перекашивать стол Сказал бы Я черный Все И загасили бы меня Тогда Если бы я был проверенный В общем Ты у нас Лжепроверка Восьмерка Которая Ой, спасибо Спасибо Ты вскрылся Молодец У нас появились шансы Все Наташ Пожалуйста Не тупи Потому что Действительно Вот мы такая Крутая мафия 1.9.11 Да Мы супер Консолидированно голосуем Но мы консолидированно Не смогли с Наташей Проголосовать восьмерку И попилить Получается 8.9 Вот мы какие Крутые мафии Все Спасибо Спасибо Дима И Димликс Закрываешь Наташа Мне все равно За кого-то сейчас проголосуешь Потому что К логике Я тебя призвать не могу Я тебя не могу призвать Ну просто я не буду Этого делать Ну правда Я серьезно Мне впадло просто Я не знаю Как ты смотришь стол Этот Двенашка Пожалуйста Посмотри Мои шаги были Все логичны Все логичны Мои шаги были Я вскрылся В тот момент Когда поговорил Весь стол И я попросил Вадю одиннадцатого Выставить себя Чтобы я мог Больше поговорить Если мне там не поверят Или еще какая-то Всплывет инфа Послушайте меня Внимательно И я такой дурачок Типа сразу Двух мафов И еще Вскрыл Типа Ну это что за бред Я скрыл двух мафов И я знал Что на меня будет Я хотел Объяснить нормально Но видимо У меня не получается Видимо я плохо объясняю Если что-то во мне Нет логичного Окей Кикайте меня Мафия выиграет Окей Кикните восьмерку Восьмерка Это почему Одиннадцатого Неожиданно мафом стал Он никогда не играл Против восьмерки А тут и восьмерочка У него 2-8 Командарисов Что это у него Мафия Это восьмерочка стал Одиннадцатый Посмотрите на Вадю Как играет Посмотрите единица Единица ужасно открылась Никому не понравилась Я его поэтому проверил Дмитрий Ликс Костя Ты меня сейчас ударишь что ли Дима Ты кого-то выставляешь Нет я не выставляю никого Я буду против одиннадцатого Спасибо Дмитрий Ликс Спасибо Дмитрий Ликс Итого Одиннадцать Два выставлены Оправдательные Тридцать секунд Вадя Ивилон Начиная с тебя Сейчас Можно мне одну секунду буквально дописать Хотя ладно В принципе похуй По поводу восьмого Что я никогда на него ничего не говорил Да я с первого же хода сказал Что у него эмоционал Такой себе Типа о чем речь Он сомневался Такой Сидел обосранный Ты заметил весь стол Ну типа На втором ходу было точно так же само А на третьем ходу Он проснулся такой Когда ты сказал словом Ребята я включился в игру Балдеж Стартуем О чем речь Если мы такие умные Мы бы выгнали нахуй Марка И все бы пошло уже давным-давно по пизде Ну типа твой этот план Вскрыться в конце Так а холь ты не скрываешься после игры-то Блядь Ты говоришь мне за эмоционал Ты встаешь Называешь нас черными игроками Спасибо большое Вадя Спасибо большое Вадя Очевидно Очевидно просто Спасибо большое И 30 секунд Для Дмитрия Ликса Еще раз объясняю Я сделал две черные проверки И я вскрылся после того Как я стал говорить В самом конце Когда послушал весь стол Чтобы знать Что говорят другие мафы Или хотя бы пытаться найти их Я хотел послушать Что говорит девятка Кого он маркирует А кого нет Я хотел послушать вас в том числе Я хотел послушать Что единица скажет Я говорил последний Я могу скрыться в любой момент Если я комиссар Блядь Я же не в начале игры должен Я что должен Простуток искать Так ты что нашел Лиди Зачем тебе ничего искать Что тут слушать Потому что меня убивают Палят меня Врача палят Я сразу Одного мафа Таташа Вадя что ты спрашиваешь Тишина в зале Заседание Дин можно скажу Я сказал чтобы он меня поднял Что такое Вадя Если бы он тебя не поднял Я бы 12 поднял Если ты ставишь на 10 Тогда Ликс тоже вставит на 10 Я тебе скажу так Ты посидел подождал Чтобы придумать себе речь И узнать что Ты только проснулся Во втором ходу Ребят Есть комиссар Нету Можно я тоже Это же я Можно я тоже Нет нет Только номинантом Только номинантом Спасибо Ну у каждого Уже в твою минуту Закончил Спасибо Ликс вставляй на 10 Да я могу на 3 вставить Гинсука Ситуация следующая Я тебя просто послушай Мафия это не значит Если ты комиссар Раскрываться на первом ходу Как ты узнал о черного игрока Потому что есть еще два черных игрока Есть доктор Который сразу Скорее всего может спалиться После того как я встроюсь комиссаром Потому что будут говорить Меня лечить Ты понимаешь Комиссар не должен Скрываться сразу Спасибо Дима Я знаю что меня не будут убивать Зачем мне вскрываться Дима это уже 33 пошли Ты знаешь двух мафов Тебе нужно вскрыть Спасибо Дмитрий Ликс Все Дима вставил Вадим тоже Ну что Приготовьтесь В номинации 1-2 Приготовьтесь Голосовать Поднимите руки В смысле 11-2 Поднимите руки Кто против 11-го Вадия Вилона Две руки Соответственно против Дмитрия Ликса Ну все остальные Получается Наташа Я тоже Тоже Так Дмитрий Ликс Ваше последнее слово Я комиссар Красиво сыграно Наташа Красиво сыграно Асмодель Лучше А я маньяк Молодцы ребят И с этими словами Дмитрий Ликс Умирает А я детектив Ну что засыпайте Засыпайте А каков смысл А нет смысла Потому что Празднуем победу Празднуем победу Охуенно Победа мирный Ху-ху Сказал бы Яну Победила мафия Победила мафия Это 2-9-6 были Да 2-9-6 1-9 Я свою работу Димя Я просто тебе скажу Я знаю это чувство Я знаю это чувство Когда ты на комиссаре Я Он не комиссар А тебе не верят Я комиссар Я Я максимально пытался Объяснить Я сделал все возможное Наташа меня не послушала Потому что она вообще не понимала А смодей не удалось Удох Диман Диман